Следующий нюанс, который мы слышим часто о бинарах, кстати, я сам его говорил много лет, даже не понимая, что говорил, это о том, что в бинарах платят только с меньшей ноги. Нам говорят о том, что у тебя одна нога убежит вперед, и ты будешь зарабатывать только с меньшей ноги. Давайте разберемся, так это или не так, хорошо это или плохо. Разбираться будем с вами, естественно, в сравнении с классикой. Итак, в бинарах платят с меньшей ноги, это правда. Действительно, одна нога у тебя убегает вперед, и в итоге ты начинаешь зарабатывать деньги только с одной ноги. Хорошо это или плохо? В маркетингах старых, в первых бинарах была такая интересная вещь, что когда одна нога у тебя убегала вперед, у тебя был определенный срок, месяц. Месяц для того, чтобы выровнять вторую ногу. Если ты не успевал что-то выровнять, и циклы не сходились, ты перестал получать деньги, и все, что у тебя в большей ноге было, сгорало. И со следующего месяца начиналось заново. Многие люди для того, чтобы не терять деньги, вкладывали свои деньги, выкупали бизнес-места, для того, чтобы у них заканчивались циклы и получали деньги. Тем самым вложений было больше, а доходов меньше. В действительности, первые бинары имели очень сложные циклы. Циклы заключались в том, что с левой ноги у тебя должно было зайти в бизнес определенное количество людей, пройти определенный товарооборот. Например, 5 слева, 5 справа. Следующий цикл 10 слева, 10 справа. Следующий цикл 20 слева, 20 справа. И при этом, если у тебя слева 20, а справа 19, ты не получишь ни копейки. В маркетинг-плане TalkFusion сложных циклов нет. В маркетинг-плане TalkFusion просто пара. Один слева, один справа. И неважно, на какой глубине он у тебя, этот один, появляется. Давайте разберем пример с тысячи дистрибьюторов. Представим очень простую схему. У тебя на сегодняшний момент вот такая структура. В левой ноге у тебя, давайте сделаем, 998 человек. То есть структура выросла таким образом, что у тебя вот здесь вот 998 человек в глубину уходит. В этой ноге у тебя всего лишь 2 человека. Всего лишь 2. То есть у тебя произошло 2 пары, и за 2 пары ты получил уже 50 долларов. 25 долларов за каждую пару. Но при этом, хорошо это или плохо? Люди, да это шикарно. Когда у тебя перевес в одну ногу вот такой мощный, это значит, что здесь у тебя есть уже несколько серьезных лидеров, которые работают сами. Которые выстраивают мощную, серьезную организацию. И тебе не надо больше думать за эту ветву. Тебе остается развивать лишь всего одну ногу. Как только у тебя здесь появляется один человек, ты получаешь 25 долларов. Еще один человек, ты получаешь 25 долларов. Еще один человек, ты получаешь 25 долларов. 10 человек, ты получаешь 250 долларов. 100 человек, ты получаешь 2500 долларов. И не важно, кто этих людей пригласил. Ты или кто-то из твоей команды. Тебе нужно растить всего лишь одну ногу. Кстати, давайте разберемся, что естественнее? Две ноги? Или три, или пять, или десять, как в классике? Мне кажется, две ноги естественнее. Если кто-то со мной не согласен, посмотрите вниз, сколько у вас ног. На сегодняшний момент обычный, среднестатистический человек спокойно и легко может вести только две организации. Да, сетевые лидеры могут сказать, я могу больше. Но, простите меня, наш бизнес складывается не в том, чтобы работали только лидеры, а в управлении и делегировании, для того, чтобы огромные структуры могли построить бизнес, для того, чтобы новичок мог прийти в наш бизнес и начать зарабатывать деньги. В классике тебе приходится выстраивать много ног. В классике для того, чтобы получать деньги с глубины, ты должен выполнить серьезные условия. Ты должен выполнить условия по ширине, по качеству ширины, то есть количество лидеров, которые у тебя будут подписаны под тобой, должны быть еще не обычные люди, а чем выше их статусы, тем глубже ты можешь получать свои деньги. Если мы разберем сейчас маркетинг план TalkFusion, то мы увидим, что TalkFusion платит 5% с бесконечной глубины. Где вы видели такое в классике? Хоть раз. Да, я получаю деньги с одной ноги. На сегодняшний день, например, у меня уже одна нога убежала вперед. И слава Богу, мне очень легко строить одну ногу. Мне очень легко получать деньги со всей глубины. Что лучше, с 10 ног по 1%? Ноги маленькие, слабенькие? Или 5% с огромнейшей ноги с бесконечности? Так что давайте сделаем выводы. Получать с одной ноги хорошо или плохо? Все, дело в процентах. Вспомните, что говорит Лучшик. 30% от 100 или 3% от 10 тысяч? Все просто. Да, с одной ноги. Но с любой глубины и без разницы, кто пригласил лидера. При этом, вот этот самый перекос, как его называют, Вот этот самый момент, что тебе платят с меньшей ноги, является очень мощным стимулом для работы. Представьте простую картинку. Вот здесь у нас есть человек. Зовут его простым русским именем. Иван. У Ивана одна нога выросла очень серьезно. Сюда пришел какой-то лидер. И выросла огромную структуру, в которой тысяча человек. Теперь Ивану достаточно пригласить всего лишь одного человека, и он получил 25 долларов. Пригласить одного активного человека, и он будет получать деньги очень долго и очень много. Представьте, как это легко и как это просто. При этом, очень классно помогать Ивану. Спонсор может помогать Ивану. Не только словом, не только провести презентацию, но он может подписать под него серьезного лидера. То есть, мне нравится маркетинг план TalkFusion тем, что впервые в жизни, за все 13 лет моего бизнеса, я могу помочь своим людям тем, что я им поставлю под них своих людей. И это будет их толкать и двигать вперед. Если даже у тебя одна нога убежала вперед, ты никогда не бросишь бизнес. Кстати, давайте задумаемся, сколько людей в классике бросают бизнес в первый месяц, в первые два месяца, ну три месяца. До 80, до 90% людей уходят в потребители, они перестают заниматься бизнесом. Почему? А у них ничего не получилось и под ними ничего нет. А теперь представьте состояние Ивана, под ним тысяча человек в одной из ног. Бросит ли он теперь? Нет. Ощущение того, что у него есть огромная структура, оставит его в этом бизнесе. Так что сделайте вывод, получать деньги с одной ноги и со всей глубины 5% или получать 1-2%, 4% с первой линии. Вот и все, все просто. В этом бизнесе все гораздо легче и больше денег. Следующий момент, который говорил нам о минусах бинаров, это просчеты в маркетинг планах с первых бинаров. Дело в том, что бинарный маркетинг план очень тяжело просчитать. В отличие от классики, маркетинг планы бинарные просчитываются очень тяжело с точки зрения, что нужно просчитывать мертвые объемы, нужно просчитывать вероятность. Недаром бинары появились только тогда, когда появились первые серьезные компьютеры. И просчитать этот маркетинг план в первую очередь тяжело не дистрибьюторам, а компаниям. И первые маркетинги, которые пришли на рынок, первые бинары, они были не просчитаны. Что значит не просчитаны? Это значит, что учредители, владельцы компаний объявили заранее более высокую прибыль, чем они в итоге могли выплатить. И когда структура разрасталась, когда огромное количество людей начинали получать деньги, у них не хватало денег на выплату, и они либо уходили с рынка, либо снижали выплаты, либо меняли маркетинг план. А и то, и другое, и третье приводило к негативу, к негативу в сетевом мире. На сегодняшний день бинары просчитаны. На сегодняшний день у серьезных компаний работают серьезные специалисты, которые просчитывают все моменты вероятности. Если говорить о TalkFusion, я уже сказал, что компания работает пятый год на рынке. Для бинары это уже все. Если компания проработала 2-3 года на рынке, это значит, что все деньги просчитаны. Это значит, что денег хватит. Это значит, что все хорошо. При этом компания TalkFusion это единственный на сегодняшний день момент в мире, и вообще первая компания в мире, которая позволяет себе выплачивать деньги мгновенно. Это единственный маркетинг план в мире с мгновенными выплатами. Здесь нет выплат раз в месяц. Здесь нет выплат раз в неделю. Здесь есть мгновенные выплаты. Как только в твоей структуре произошел объем, который позволяет тебе заработать деньги, эти деньги падают тебе на карточку. Ты тут же можешь эту карточку вставить в банкомат и снять деньги. Мгновенно, через несколько минут, буквально, деньги у тебя уже на руках. Они что-то хорошо не мотивируют, как деньги. И деньги нужны, согласитесь со мной, не завтра. Не через год, не через три года, как говорят в классике. Потерпи. А кушать-то я что буду? А дети-то мои на что будут питаться? Вот мы и видим, как наши родственники, нашим же дистрибьюторам, отглаживают утюгом головы, они бросают бизнес, просто кушать нечего. Но если бы наши дистрибьюторы приносили домой деньги каждый день, согласитесь, процент ухода будет гораздо меньше. Во много раз меньше. Толкфьюжн платит деньги сразу. Это говорит и о стабильности компании, и о том, что мы с вами будем очень легко и быстро развивать бизнес. Итак, мы с вами разобрали все основные моменты, которые приводили к тому, что у общества, у сетевиков было негативное отношение к бинарам. И как вы видите сами, то, что большинство этих моментов уже давно прошли. Рынок изменился, изменились бинары. Остались мифы, которые уходят с каждым годом все дальше и дальше. Огромное количество сетевиков сегодня говорят, я не пойду в классику, я пойду только в бинары. А раньше было все наоборот. Огромное количество сетевых топов, огромных звезд мировой величины уходят сегодня в бинары. Рэнди Гэйш, Дон Файлла, Игорь Сидоров и другие. Сегодня переродки интернет, почитайте, очень многие начинают говорить о бинарах хорошо. Так давайте же теперь посмотрим, почему люди относятся к бинарам хорошо. Что хорошего есть? Мы разобрали негатив, давайте разберем позитив. Итак, первый позитив. Давайте, наверное, уберем доски. Продолжение следует...